Лео рисует? Есть натуральные цвета природы. Я очень рад. А как выглядит наш фламинго? Фламинго здоровский. Смотри, вот так он выглядит. Он такой красивый. Думаешь, мы сможем? Мы обязательно сможем. И ребята сможем. И смогут. И ты сможешь. И я смогу. Вау, давай тогда скорее начинать. Я пошел за пластилином. Тащи свой пластилин. Тащу, 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 тащу. Как бы не уронить, как бы не уронить. Поможем, поможем, поможем. Лео, лео, лео. Такой большой кусок пластилина. Как же ты его перенесешь? Вау! Бабах! Да, лео, это будет весело. Смотри, фламинго имеет у нас тело, длинную шею, как мы заметили. И он розовый. У нас есть розовый пластилин. И мы его будем использовать. Для фламинго хорошо бы иметь еще черный пластилин для клюва. Желтый пластилин тоже для клюва. И еще голубой. А зачем голубой? Для воды. Точно, лео, я забыл. Он же в воде стоит. И обычно он на воде его рисует и лепит. Мы тоже воду ему лепим голубым. Также мы возьмем, может быть, немножко красного и белого для смешения. Да? Отлично. Начинаем. Начинаем. Ты здесь посиди. А мы начинаем лепить. Возьмем кусочек средний розового. Вот такой кусочек. Я думаю, нам достаточно будет для того, чтобы слепить тело фламинго. Вот такой кусочек. Очень красиво. Из него слепим шарик. Мы все подготовим для того, чтобы сразу слепить фламинго. И было здорово. Вот этот шарик, это тело фламинго. Также мы сделаем крылышки. Отдельно крылышки. И еще сделаем еще один шарик. Чуть поменьше. Также шея. Шея, конечно, нужна. Шея у него длинная. И мы возьмем вот такой шарик. Сделаем кусочек. А потом из шарика сделаем вот такую длинную колбаску. Вот так она будет лежать здесь. В колбаску превратилась. Вот так. И, конечно, голову. Голову тоже надо слепить. Потому что как же без головы фламинго. Вот здесь голова. Получилось все у нас есть для фламинго. Розовую пока можно убирать. И остается еще взять коричневую. Мы забыли коричневую. Точно. Мы забыли коричневую для ножек. Для ножек фламинго. Они очень тоненькие. И мы возьмем немного коричневого пластилина. Его оторвем и слепим одну ножку. Такую вот не очень длинную. Сначала не очень длинную. Потом мы ее растянем посильнее. И еще один кусочек коричневого возьмем. И сделаем вторую ножку. Которую рядышком и поставим. Вот так она будет стоять. К примеру. У нас все готово для фламинго. А вот воду. Воду забыли, Лео. Воду тоже сделаем. Лео будет у нас отвечать. Чтобы мы ничего не забыли с вами. Возьмем голубой кусочек. И вот так сделаем из него лепешечку. Вот здесь будет вода. И еще я же вспомнил, что есть у него. У нашего фламинго клюв. Клюв будет желтым. И черным. Черный тоже кусочек оторвем. Это черный клюв. Такой небольшой кусочек. Также можно оставить черный кусочек на глазки. Вот основное. Из чего будет состоять наш фламинго. Все остальное убираем. И приступаем к работе. А может быть отдохнем? Я совсем не устал. Но ребята, они могут устануть. Ребят, действительно. Вы, может, еще не успеваете. Тогда ставьте на паузу. И догоните нас. А как догоните, продолжайте. А если вы устали, то просто ставьте на паузу. И немножко отдохните. Потому что сделать, как мы сделали быстро, у вас тоже получится. Но может быть не с первого раза. Давайте повторим. Что мы сделали? Шарик для тела. Длинную палку для шеи. Еще один шарик для крылышек. И еще один шарик для головы. Голова. Клюв желтый. Кусочек черного для черного. Кончик клюва. И черный, 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 черный глазик. Точно. Черный глазик. Две ножки. И голубой цвет для воды. Начинаем. Начинаем лево. Начинаем, наверное, с тела. Это самое основное. Все остальное немножко сдвигаем. И разминаем тело. Разминаем его сильно. Раздавливая во все стороны. Стараемся делать широкую, большую лепешку. Вот так она плоская. А вот так она широкая и красивая. Вот так мы ее клеим сюда. И вдавливаем, 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 вдавливаем. Сильно вдавливаем, чтобы пластилин прилип. Чтобы он был прилипший и не отвалился. Если ты хочешь показать свою работу маме. А также, видишь, как я сделал? Я пальчиком немножко вытянул ему хвостик сразу. Здорово хвостик вытягивается. Теперь берем длинную колбасу. Раскатываем ее еще длиннее. Еще длиннее. И смотрим, как же сделать фламинго, чтобы он был закрученным. Отсюда начинаем. И давим очень сильно. Потом послабее. И сюда закручиваем. Теперь нам нужно сделать большой знак вопроса. Это довольно сложно. И вот на этом этапе я могу сказать, что лучше бы, чтобы помогли родители. Потому что такой знак вопроса ребятам, малышам, будет сделать трудно. А если родители помогут, то дальше ребята опять все делают сами. Берем голову, раздавливаем ее и сюда клеим. Вот она наша голова. Пластилин липкий. Хорошо вминается. И хорошо получается такой голова. О, как здорово! Уже такая красивая птица. Красивая птица. Действительно, получилось здорово. Мы вот так вот еще можем разгладить ее. Ласково пальчиком провести. Пластилин пластичный. Хорошо смешивает друг с другом. Так что получается у нас очень здорово. Теперь что нам нужно сделать? Нужно сделать желтеньким. Клюв, как мы хотели. Раздавить и прикрутить, приклеить сюда кусочек. Вот такой клюв. Он здесь у него находится у фламинго. А кончик, кончик клюва, он черный. Но он закругляется. И мы должны закруглить немножко клюв в сторону, вниз, внутрь. Смотри, как это делается. Вот такой у нас клюв получается. Вот такой. А здесь можно прикрутить глаз. Хопа! Какой классный! Классный, классный, классный. Это правда классный получился фламинго. Но это еще не все. Мы не закончили еще. Здесь можем добавить маленькую полосочку, чтобы видеть, как он открывает клюв. Здесь маленькую полосочку, чтобы видеть, как он дышит, чем. А здесь небольшую полосочку для бровок нашему фламинго. И еще блик, блик на глазе. Блик на глазе тоже сделаем. Маленький, маленький, маленький вот сюда. И сразу фламинго засветился, заигрался. Также эти блики можно положить на клюв. На одну часть клюва и на вторую часть клюва. Вот такой клюв получился. Вот такой здоровский. Но мы не использовали еще один розовый штучку. Да, розовую штучку не использовали. Ты Лео, ложись, а я тебе покажу. Это крылышки. Я хочу сделать, чтобы наши крылышки были видны. И чтобы было видно, что наш фламинго состоит из перышек. Мы положим розовые кусочки и начнем их втирать. Небольшими кусочками. Надеюсь, тебе будет хорошо видно. Но это сложно увидеть, как это получается. Сейчас попробую тебе показать покрупнее. Смотри, как получается. Получается фламинго более объемный. Он очень яркий и розовый цвет. И, может быть, плохо видно, как он переливается. Сейчас мы возьмем для этого еще немножко белого. И тоже добавим его сейчас в наш хвост и в наши крылышки. Мы стараемся делать фламинго очень рельефным. Рельеф помогает нам ощутить природу и как выглядит объект, который мы лепим. К примеру, фламинго. Он очень красивый, но весь в перышках. И мы эти перышки вот так подчеркиваем. Каждое перышко мы стараемся подчеркнуть, так как мы лепим пластилином. Получается у нас очень красиво. Смотри. Раз, два, три. Я оттеняю сейчас специально белую красочку, белым пластилином специально, чтобы лучше было видно, как фламинго раскидывает свои перышки. Также белым пластилином можно здесь вот слепить небольшой блик. И если уж на то пошло, и здесь тоже. Вот такой фламинго. Ох-ох-ох, я стал большим. Да и фламинго тоже вырос. Так что стало хорошо видно тебя. Продолжаем, продолжаем лепить, как мы видим. У нас получается классная поделка, которая подойдет в школу и в садик тоже. Если ты лепишь поэтапно, отдыхаешь, то у тебя получится обязательно. Сколько бы тебе лет не было. А если тебе помогают родители, то вдвойне получится. Нет, действительно так. Теперь осталось только ножки слепить. Одну коричневую полосочку, которую мы предназначили для ножек, мы вот так приклепим. Вот так по серединке. Отсюда сюда проведем. От начала до конца она будет в воде находиться. Вторую мы тоже растянем, но лепить сразу не будем, потому что мне хочется слепить ее вот отсюда. Вот так она будет идти. Здесь она будет сгибаться, ножка. А вот сюда заходить. И вот так здесь уже слепить из другого куска коричневого пластилина небольшие лапки. Небольшие лапки, которые он поднял одну лапку и спрятал ее. Вот так. А здесь можно уже слепить воду. Раз, альминаем ее, лепим и во все стороны разводим. Вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Чуть коричневого нужно здесь прилепить, чтобы показать, что лапка сюда вставляется. И теперь немножко белого пластилина оторвем и слепим немножечко кругов. Это будет красиво смотреться, как будто фламинго стоит посередине пруда и от него отходят маленькие-маленькие круги. Мы лепим пластилином белым маленькие-маленькие тоненькие полосочки. Это довольно сложно лепить для малышей, но я думаю, ребята постарше точно справятся. И эти полосочки мы клеим как по кругу, по валу мы можем приклеить. Получается вот так вот. И еще здесь мы слепим вот сюда. И сюда. И вот получается сложно-сложно лепить. Я согласен, что вот здесь нужно будет или помощь мамы, или помощь папы, или помощь Лео. Помощь Лео всегда повеселит нас, особенно если он устал. Лео не устал. Если ребенок устал, то я родителям советую делать перерывчик небольшой и следить на том, чтобы он немножко отдыхал. Когда маленький ребенок и маленький художник утомляется, ему сложнее получить удовольствие от процесса творчества. А творчество нужно с удовольствием. Творчество с удовольствием. Давайте я спою вам песенку. Лео, а ты знаешь песенки? Ну, я знаю. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом розовая она была-была. В лесу родился фламинго, в лесу уже он и рос. Да, можно придумать песенки сразу. Главное, чтобы было хорошее настроение. Даже если ты не знаешь песенку, можно что-то придумать веселое. По крайней мере, несколько словечек придумать точно можно. Я очень люблю песенки. Лео, ты настоящий певец, да еще ты лепец. Мы с тобой слепили фламинго и не заметили, как это здорово у нас получилось. Мы не будем его усложнять, потому что поделка в садик или в школу для ребят уже оказалась, мне кажется, довольно сложноватая. Я думаю, что мы сейчас повторим, что мы делали. Точно, давай повторим, что мы делали. Сначала мы слепили шарик. Один. Полоску. Для того, чтобы у нас была шея. В знак вопроса. Здесь еще один шарик разлепили. Слепили желтый-черный клюв. Немножко черного для глазок. Немножко белого для... Для того, чтобы были видно перышки. И крылышки, и крылышки, и крылышки. Да, и крылышки, лапки. Немножко воды. И здесь можно сделать несколько капелек. Или разводов по воде. Получилось здорово. Получилось очень классно. И мне очень нравится этот фламинго. Давай его назовем Флаго. Флаго. Я всегда называю свои рисунки, чем когда я рисую животных, я придумаю имя. И я тоже научился это делать. Да, это весело. Когда вы что-то лепите, вы придумаете историю. Что Флаго прилетел к нам в гости в Россию. Точно. И зашел в гости к Лео. К Лео рисует. И зашел к гости к нам в Инстаграм. В Инстаграм легко заходить, ребят. Ищите нас в Инстаграм. На Ютубе мы каждый день выходим с новым роликом. А в Инстаграм каждый день выходим с новым конкурсом. Так что хорошего настроения. Приходите, лепите с нами. И выигрывайте главный приз. Рисунок от Лео. Или лепку. Да-да-да. Пока-пока.